Так реагируют на человеческое тепло клещи. Голодные паукообразные цепляются за кожу потенциальной жертвы. Они выползли на охоту еще в апреле. А вот в июне у них пиковый сезон активности. И сейчас встретить паразитов можно не только в лесу, но и просто в зарослях высокой травы во дворе. Именно так с травы, а не с деревьев, клещи попадают на человека. Они передвигаются снизу вверх по одежде в поисках открытых участков тела. Кстати, едва ли вы почувствуете его укус. В слюне клеща есть обезболивающее. Именно поэтому присасываются они абсолютно безболезненно. Многие обнаруживают место укуса совершенно случайно. И даже не в день происшествия, а когда участок кожи начинает зудеть. И здесь важно не терять больше времени. Удалить члюнистоногово правильно помогут медицинские работники в травмпунктах. Они же направят насекомое на лабораторное исследование, которое определит, является ли клещ переносчиком заболеваний или нет. В нашей области клещи заразны только боррелиозом. Чаще всего боррелиоз протекает в легкой форме, может быть в средней, то есть может быть повышение температуры в средней степени тяжести, может быть возникновение эритема. Если все проходит благоприятно, то больные полностью выздоравливают. Если, конечно, какие-то могут быть осложнения, и боррелиоз может переходить в хроническую форму, то есть периодически может давать обострение. Куда тяжелее протекает клещевой энцефалит. Ближайшие территории, где вероятность его заражением особенно велика, расположены в Ульяновской и Самарской областях, республиках Татарстан и Удмуртия. Перед выездом на природу в эти регионы специалисты советуют сделать заранее прививку от опасной вирусной инфекции.